Здание школы в поселке Андерма в аварийном состоянии. По словам главы поселения Маргариты Златовой, необходимо строительство модульной школы. В ближайшее время в поселок направится делегация представителей профильных департаментов Ненинского округа для ознакомления с этой и другими проблемами населенного пункта, которые обсуждали сегодня на еженедельной планерке губернатора. В ходе совещания были обсуждены и другие вопросы, касающиеся поселений. Так, поселок Каратайка нуждается в новом ФАПе. Об этом губернатору Александру Цибульскому сообщил в ходе конференц-святи глава поселения Дмитрий Вылка. Если нет возможности капитально отремонтировать существующий ФАП, то надо тогда маленький ФАП туда поставить. В рамках тех решений, которые мы принимаем по 11 ФАПам в этом году, там же нет варных у нас в рамках этих 11 ФАПов, но можно посмотреть действительно, чтобы этот вопрос закрыть, маленький ФАП, можем найти источники, может быть, даже и внебюджетные для того, чтобы это сделать. А в поселке Индиго скоро ожидается большое новоселье. Планируется, что новая современная школа, которую с таким нетерпением ждали учителя и ученики, распахнет свои двери уже в четвертой четверти. На сегодняшний момент практически все завезено. Осталось 2-3 кола, на этой неделе они должны прийти. Параллельно мебель собирается, школа готовится. В принципе, все необходимые документы у нас есть для лицензирования, поэтому планируем 1 апреля уже открывать. Еще один актуальный вопрос, на котором акцентировали свое внимание собравшиеся во время еженедельной планерки – транспортное сообщение с Большой землей. Компанию «ЮТЕР» – единственный авиаперевозчик пассажиров по направлению Нарьинмар-Москва отменила без предупреждения ряд рейсов в марте этого года. В связи с задержкой и отменой отдельных рейсов «ЮТЕР» по выходным дням, у нас было направлено департаментом два письма. Первое – о необходимости предварительного заблаговременного уведомления департамент, в том числе администрацию округа, о том, что они планируют отменять какие-то рейсы. Не обошли вниманием на заседании такую крайне актуальную на сегодняшний день тему, как эпидемия коронавируса. Мы полностью готовы к тому, чтобы такого рода случаи купировать на территорию округа. У нас все необходимые лекарственные средства, все необходимые препараты, маски, все есть в наличии. Это очень хорошо. Главное муниципалитетов отработайте, чтобы они на своем уровне тоже контролировали, особенно людей, которые приезжают из-за границы. Губернатор предложил обратить внимание на тех, кто возвращается в округ из путешествий, особенно стран, в которых уже бушует эпидемия. Таким согражданам необходимо медицинское сопровождение и контроль. Кроме того, он обратил внимание, что необходимо рассмотреть вопрос резервации потенциальных переносчиков вируса. А в округе полноценных возможностей для таких карантинных мер нет. Но в Архангельской области, в которую, кстати, территориально входит Ненецкий округ, они имеются. Значит, у нас есть Архангельская область. Это наш метропольный регион. Мы туда отправляем большое количество денег. Ну, надо, чтобы как-то эти деньги работали на нас. В Архангельске создано прекрасные условия, значит, построена новая больница. И там есть все условия для того, чтобы эти обсерваторы, да, обсерваторы, обсерватори, хочется сказать, обсерваторы, чтобы эти обсерваторы принимали, может быть, в том числе наших людей. Кроме того, Александр Цибульский поручил руководителям профильных департаментов рассмотреть вопрос взаимодействия с Архангельской областью и в части помощи в организации противопаводковых мероприятий. Ольга Русул, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.